В эфире Бьюти Тайм. Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Спонсор программы. Профилактическая терапевтическая клиника Формула. Спонсор программы. Подготовка к выпускному обычно не ограничивается одним днем. Только выбор платья – это целая история. Ну а если говорить о прическе и макияже, то и в этих вопросах важно тщательно разобраться. Помогают нам специалисты имидж-студии Елены Ивановой. Выпускной – событие серьезное, ответственное и долгожданное. А значит и подготовка к нему должна быть соответствующей. Начнем с профессиональных уходовых программ, которые придают сияние ослабленной после экзаменов и контрольных кожи лица. Есть ряд эстетических проблем, которые решить можно только при помощи профессионального косметического ухода и правильно подобранной косметикой с доказанной эффективностью. Более 20 линий профессионального и домашнего ухода созданы для решения конкретных эстетических проблем. С учетом механизмов взросления и старения кожи, биоритмов гормонального фона, конституции тела, климатических условий, а также чувствительности кожи к окружающей среде. Стильная прическа начинается с ухоженных волос. Именно поэтому незадолго до события рекомендуется процедура восстановления молекула красоты. В молекуле красоты существует несколько видов ухода. Это для волос вьющихся, для окрашенных волос, для волос без объема и для восстановления поврежденных волос. Результат виден после первого применения. Перед выпускным вечером можно сделать уход и волос будет выглядеть совершенно по-другому. Он будет блестящий, шелковистый, здоровый. Ну а когда кожа и волосы приведены в порядок, необходимо определиться с концепцией макияжа и прической. Вариантов причесок очень много, но мы рекомендуем не забывать про естественность, легкость, подчеркивать свою юность, выбирать легкие, незамысловатые прически. Возможно, пучки как рыхлые, так и очень гладкие. В этом сезоне они сместились выше, на макушку. В этом году также актуальны хвосты. Прямые, гладкие, высокие, так и пышные. Хвосты можно сочетать с плетением. Очень актуально в этом сезоне. В прямую вариацию плетения добавляют романтичности, легкости. Также в моде пышные локоны, которые добавят воздушности. Такие английские локоны всегда подчеркивают юность и нежность. Если все-таки брать тренд весны и лета 2018 года, в первую очередь это полная легкость. Мы уходим от графичных бровей, от графичных глаз, то есть то, что было популярно несколько сезонов назад. Губы сейчас тоже преимущественно не графичные хочется видеть. То есть если мы возьмем недавние показы, все мировые визажисты используют именно вот этот эффект зацелованных губ. Единственное, что может говорить о графике, это стрелки. Стрелы до сих пор актуальны, но они тоже не классические голливудские, а могут быть цветными, с блестками, либо с длинными хвостами. Это тоже вполне приветствуется. И последний, но не по значимости штрих, это нейл-дизайн. Концепций декоративного покрытия ногтей в выпускной моде существует несколько. Обязательно учитывать нужно особенности и тонкости вашего образа. Можно рассмотреть несколько вариантов, которые можно использовать для выпускниц. Первое, это использование глиттера, блесток. Мы покрываем либо один ноготочек, чтобы это не было много. Делаем глиттером изящные, красивые линии, либо лунки. Второе, это мы используем для нежного, такого романтического образа, цветочную тематику. Сейчас, тем более в тренде, очень флористика идет на ноготочках. Кружевной маникюр тоже придаст шарм и элегантность. Девочка, покрытие с использованием втирки, которое дает всевозможные эффекты. Оно может в целом завершить образ выпускницы. Смелые девушки, желающие выделиться и создать акцент на своих ноготочках, естественно, могут покрывать ногти яркие. Но тут главное, нам нужно выбрать цвет, который будет подходить к наряду. Подготовка к выпускному – дело не только хлопотное, но и приятное. Особенно, когда имеешь дело с настоящими специалистами, такими как мастера имидж-студии Елены Ивановой. Вы смотрите Бьюти Тайм. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. И если цветочные мотивы в моде – это многовековая история, то изображения насекомых относительно недавние. Долгое время божьи коровки украшали исключительно детскую одежду. Присутствие их в сегодняшней моде можно объяснить популярностью чистого красного цвета. Более нежная и деликатная тема бабочек также встречается в коллекциях этого сезона. В их изображении участвует не только принт, но и объемные элементы, создающие 3D-эффект. Тема номер 3 – птицы. История моды знает и их фантазийные, и райские, и вполне реальные, не уступающие в красоте подвиды, которые неплохо смотрятся как сами по себе, так и в сочетании с цветочным орнаментом. Животные в качестве принта также бывают разные. В нашем случае это графичное изображение хищника, создающее оптический эффект. Второй фестиваль органического образа жизни «Органик Нейшн» с 1 по 3 июня на озере Тургаяк. Трехдневный семейный праздник. Йога-практики с мастерами из Индии, США, Мексики и России. Лекции и концерты. Детская анимация и вечерние шоу-программы. Регистрация на сайте organicnation.ru Проект «Доступная пластическая хирургия из Милана» – это консультации, операции, а также модные косметологические процедуры врачей из Италии. В их числе доктор Гайя – сертифицированный на территории России итальянский пластический хирург, автор уникальной методики нитевого лифтинга, член Европейской академии лицевой пластической хирургии. На его счету более 10 тысяч операций по коррекции лица и тела. Европейская эстетическая концепция, курс на естественность и индивидуальность, достойное качество материалов и высокий уровень медицинской помощи. Попасть на прием в Челябинске или Милане можно через врачей-координаторов Центра Арт-Медика. 775-19-88 Ближайший визит доктора Гая в Челябинск будет проходить с 22 по 26 мая. Организаторы конкурса «Рожденная побеждать» для девушек с ограниченными возможностями со всей России объявили о старте второго сезона. Где и как проходила встреча участниц, смотрите в нашем репортаже. Проект «Рожденная побеждать» дебютировал в сентябре прошлого года и сразу же попал в поле зрения известных бизнесменов, чиновников и общественников. Организаторы удостоились губернаторской медали, что несомненно вдохновило их на продолжение. В сентябре у нас на финал конкурса выйдут 12 участниц. Я планирую, что 12. Сейчас уже набрано 5 девочек по городских из города Челябинска. Одна девочка приедет из Москвы, одна девочка приедет из Ростовской области. Ну и еще есть 5 вакантных мест для девушек из других регионов. География действительно должна быть все-таки общероссийской, для того, чтобы показать наш город Челябинск как социально ориентированный город. В преддверии проекта проходят встречи, круглые столы и мастер-классы. Этот на площадке медико-косметологического центра «Арт-Медика» посвящен секретам красоты, которыми делятся профессиональные косметологи. Сегодня мы постарались в рамках мероприятия «Бьюти-девичник» на самом деле провести уроки красоты, которые возможно навести внутри и снаружи. Мы подготовили последние самые модные тренды и тенденции в косметологии. Информацию о применении микроэлементов и витаминов, информацию об уходе за кожей лица, но не ту, которую каждая женщина может прочитать в интернете, а именно изюминки, маленькие секреты, которые каждая женщина, зная, может выглядеть шикарно, так же, как и Софи Лорен. Всегда хотела узнать побольше, например, о ботоксе. Меня это давно вопрос интересует. И сегодня развеяли все мифы. Обязательно устала, не устала, утром и вечером нужно очищать кожу, пользоваться тоником, что для меня открытие, потому что я никогда не думала, что тоник – это так важно. И применять крем для глаз, для лица. К финалу каждая участница готовит творческое выступление. И несмотря на то, что состоится сам конкурс осенью, девушки уже сейчас задумались о своей презентации. У меня подружка, с которой мы вместе участвуем, ее на данный момент не было. И у нас финал будет, ну, творчество наше. Мы вообще вяжем, и у нас будут модели выходить в наших изделиях. Идеи какие-то есть. Я в команде КВН, интегрированная, единственная в Челябинской области, свою доску. Возможно, это будет что-то связанное с юмором. Ну, пока вот разные идеи, еще точно не могу сказать, что будет. Ближайшая встреча участниц проекта «Рожденные побеждать» состоится уже на следующей неделе. Девушки приглашены на мастер-класс по прическам. Это «Бьюти Тайм». Далее в выпуске «Тенденции весна-лето 2018» из коллекции европейских и российских дизайнеров. Серый цвет любят и дизайнеры, и стилисты. За то, что он не такой жесткий, как черный, но в то же время сохраняет нейтральность. Серый цвет подчеркивает красоту фигуры. Этот благородный оттенок очень сложный. Сочетание серого с серым сегодня называют интеллектуальным. Актуальны. являются бежевый и песочный. Именно к ним тянется рука тех, кто предпочитает в одежде спокойные тона. Кстати, все спокойное и неброское обычно успешно сочетается со всем ярким. В данном направлении дизайнеры также предложили в этом сезоне большой выбор верхней одежды. Актуальны. Дизайнерские решения на каждый день и для особых случаев. В салоне одежды Максимода. Большие размеры для больших ценителей красоты. Максимода. Пушкина, 60. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска. На Кирово, 159. Второй фестиваль органического образа жизни Organic Nation с 1 по 3 июня на озере Тургаяк. Трехдневный семейный праздник. Йога-практики с мастерами из Индии, США, Мексики и России. Лекции и концерты. Детская анимация и вечерние шоу-программы. Регистрация на сайте organicnation.ru Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. За пять лет существования фабрики проектов Константина Аникеева, каких только цариц, королев и прочих красавиц, здесь не выбирали. Это не считая 99 избранных. И вот настал момент подключить к этой теме молодую аудиторию. 12 юных созданий приняли участие в конкурсе «Принцесса Урала». Мы занимаемся организацией различных проектов уже на протяжении пяти лет. И в основном у нас проекты для взрослых. В этом году, в этом сезоне мы решили порадовать всех одним из самых наших первых детских проектов, уже таких ярких, сочных, интересных. Идея пришла изначально создание школы «Принцесс». Мы решили попробовать и сделали такой вот замечательный проект «Принцесса Урала» совместно с модельным агентством «Серебрити Кидз». Вы знаете, так как я сейчас работаю на несколько регионов, сегодня мы с некоторыми даже первый раз увиделись. Они меня облепили со всех сторон. И такое ощущение, они прям ждали моего появления. Я был сегодня у них папой на протяжении нескольких часов. Они меня никуда не отпустили. Все организационные моменты решала моя команда. Я находился все время с «Принцессами». У меня было такое ощущение, что я многодетный отец, и у меня огромное количество принцесс-дочек. Вы знаете, было всякое. Мы и плакали, мы и топали ножками, мы уходили и хотели уходить с проекта. Было очень много эмоций, но в итоге, как вы видите, дети на сцене, дети улыбаются, родители радуются, и мы очень счастливы. Каждая девочка все равно будет принцесса. Мы будем обеспечивать цветами, дипломами, лентами подарочными. Каждая девочка получает корону, и только одна едет в Диснейленд. Я вообще в полном восторге, как мама двоих сыновей. Я просто в блаженстве сижу, и от выступления некоторых участниц прямо слезы на глазах. Это здорово. Здорово, что такой проект придумали. Детям есть где проявить себя, и девочки все молодцы. Не знаю, как мы будем выбирать. В первую очередь, я думаю, что это важно для детей, чтобы они могли раскрепощаться, не стесняться на сцене. И показывать свои таланты, удивлять нас. Безусловно, это очень милый проект, очень такой нежный, когда он в первую очередь вызывает улыбку, вызывает очень такие приятные ощущения, потому что каждая девочка, естественно, хочет в детстве стать принцессой. Эти сказки, это все как бы воплощается сейчас у них в какой-то мере на сцене. И, конечно, такой проект, он нужен девчонкам для того, чтобы именно ощутить в себе силы, поверить в то, что сказка возможна, поверить в то, что они самые красивые, и в жизни у них все получится. Самое важное для юных участниц – это поддержка мам, которые волнуются даже не меньше, чем сами конкурсантки. В целом, все очень хорошо. Главное, чтобы моей дочери очень нравятся. Поэтому я рада, что она принимает в этом участие. И посмотрим, что и как. Решили попробовать, поучаствовать. Ульяне нравится. Для нас это колоссальный опыт, наверное. Мы готовились очень долго, к этому шли, старались. Ульяна, тебе понравилось? Впечатление огромное, я не знаю, как сказать. Просто шикарное. Все замечательно. Огромное спасибо, как же хочу сказать всем, кто организовал этот праздник, кто вот это все нам сделал. Это очень-очень красиво, очень здорово. Танцевальные и вокальные номера, а также дефили модной одежды. В этот вечер участницы представили многие свои таланты. И, как отметили зрители, каждая из девочек оказалась достойна называться маленькой принцессой. Среди моря подарков, которые получили абсолютно все участницы, особенно стоит упомянуть один – поездку в Диснейленд, которая по решению жюри досталась шестилетней Александре Приваловой. Кстати, в планах у организаторов выбирать теперь не только принцессу, но и принца Урала. Регистрация юных участников уже открыта. Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу beautytime, нижнее подчеркивание, ТВ. А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда Beauty Time TV благодарит партнеров проекта «Модный дом. Я», студию макияжа «Френды», имидж-студию Елены Ивановой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова